сетевой ликбез ну что же здравствуйте друзья приветствуем вас вновь на канале сетевой ликбез с вами как обычно сегодня ведущие нашего канала александр адамидис приветствую всех кирилл горбачёв здравствуйте друзья ну и я борис икштаб здравствуйте друзья да и мы сегодня с вами поговорим о конечно самый наверное нашей любимой интересной теме о компании амвэй и да вы скажете но борис александр кирилл все предыдущие ваши выпуски тоже были о компании мы согласен а сегодня мы буквально поговорим о компании о том кем же является наш партнер потому что я думаю что для многих из вас естественно понятно что главный основной наш партнер это компания эмвэй и сегодня этот выпуск посвящен именно ей и о том как правильно представлять нашу компанию вашим новичкам и кандидатам ну что же по традиции начинаем мы александр адамидиса и я хочу передать слово сразу александр тебе поделись нами пожалуйста немножко расскажи нам о компании амвэй о том как правильно нам все-таки эту компанию представлять александр тебе слово спасибо да действительно тема очень важная и я начну даже знаете из чего когда я слышу от партнеров когда они заявляют что они работают в амвэй то меня эта фраза честно коробит вот это вот уточнение по поводу то что компейт амвэй это наша партнерская компания она очень важная то есть я никогда не скажу что я работаю в амвэй то что вам вы работают непосредственно сотрудники нанятый персонал каждый со своей функции я строю свой так же как каждый из нас мы строим свой бизнес свое предпринимательство развиваем почему многих из нас но международное крупное предпринимательство при этом нашим главным партнером ну собственно единственным в данном случае выступает компания амвэй а уже через компанию вы может быть подключать другие партнеры но это другая часть разговора таким образом нужно четко обозначать позиции то есть я сотрудничаю с компанией номер один в мире в сфере прямых продаж но вот это вот заявление я сотрудничаю наша компания номер один наша компания самая лучшая наша компания самая крутая мы самые передовые эти заявления голословные как раз вот об этом мы сейчас вот между собой говорили обсуждали что мы хотели бы вас подготовить к тому чтобы вот эти все заявления звучали как-то аргументированно то есть каждому заявлению нужно еще какое-то пояснение чтобы оно становилось понятным для человека и чтобы ему тоже было понятно где взять эти данные на что ты ссылаешься ну вот для начала конечно я например всегда говорю и делаю большой упор на то что компании 61 год на не говорю просто нам 61 год и все это будет не очень понятно я говорю ты понимаешь мы старейшая компания в этой отрасли нам 61 год о чем это говорит сразу с продолжением раз наверняка тебе знакома статистика что из всех вновь образованных новых компаний которые стартуют в ближайшие 3-5 лет 80 процентов закрываются то есть как правило вновь создаваемые компании не выдерживают длительной конкуренции на рынке и исчезают и когда ты на фоне этой статистики видишь перед собой компанию с международным опытом который 61 год о чем это говорит высочайшая степень надежности все то есть я сделал какое-то заявление и подвел к нему четкий конкретный вывод для того чтобы помочь человеку подумать так как я хочу чтобы он подумал правильно в этом же состоит система убеждения или когда я ссылаюсь допустим на товарооборот я говорю наша компания делает товарооборот 8,4 миллиарда миллиарда долларов но при этом если ты не экономист наверное тебе эта цифра ни о чем не скажет чтобы ты понял много это или мало я тебе могу сказать что Levi's например делает пять с половиной миллиардов долларов сразу становится то есть сравнение сразу все становится на места у него в голове есть какая-то точка отсчета потом все время говорю ты понимаешь вот когда я стартовал в этом бизнесе и когда мне что-то говорили про эту компанию мне было тяжело почему-то что я был очень недоверчивый я хотел где-то все это перепроверить но тогда не было интернета и перепроверить было невозможно то есть таким образом я сейчас подготавливаю к тому что его обезоруживаю его как бы контраргументацию я говорю сегодня все это в доступе ты просто вот садишься за компьютер там и открываешь телефон гуглишь и все у тебя на ладошке например вот те же данные по поводу того что нам 61 год те же данные что мы вот у нас товарооборот 8,4 миллиардов долларов существует существует такой орган информационный который называется direct selling news на и ты официально заходи это официальный информационный орган для всех систем прямых продаж и ты заходишь туда набираешь direct selling news пишешь там топ стоп даже больше уже можно ничего не писать google тебе сразу выкатят список со всеми компаниями которые существуют сегодня в мире официально что они делают как они делают и ты с радостью увидишь что компания с которой тебе предлагают сотрудничать находится на месте номер один и очень высоко и ближайшая следующая за ней если мы делаем 8 и 4 делает товарооборот 4,9 миллиарда то есть фактически в половину и если мы с таким отрывом лидируем в этой отрасли то это о чем говорит я всегда говорю свою стандартную фразу что я например когда выбираю себе партнера или если бы я когда-нибудь нанимался на работу то я конечно предпочел пойти бы в компанию номер один а не 148 вот это у меня традиционная такая атака но я даю тем самым человеку понять сразу что это действительно мощь какая-то это доказательно все то есть это не пустые слова ну еще мы говорим о том что мы там работаем в ста странах и территориях регионах по всему миру более чем ста да о чем это говорит я здесь говорю у меня два аргумента в этом плане я говорю пойми 100 стран совершенно разное разный менталитет совершенно разная покупательский менталитет да способность покупательская экономический уровень социальный уровень и если мы во всех этих невероятно разных условиях добиваемся успеха о чем это говорит какая это модель да это непобедимая модель это мощнейшая модель мы смогли на всех этих абсолютно разных условиях рыночных да везде добиться успеха и второе то что это дает тебе какой козырь в руки что наступит момент когда ты сможешь во всех этих рынках когда ты поймешь этот бизнес и разберешься с ним ты сможешь его успешно продвигать на всех этих рынках то есть у тебя не один рынок перед тобой а потенциально перед тобой открывается весь мир и ты можешь построить огромный бизнес если это не сеть на весь мир сегодня слава богу при существующих наших коммуникациях это очень стало легко и доступно ну и конечно я говорю о том сколько у нас ученых я часто говорю о том что я сам из науки и меня очень сильно подкупило когда я узнал что за всем что мы делаем стоит колоссальная научная база и не просто мощная а действительно колоссальная здесь не преувеличиваю у нас с нами сотрудничают ученые со всего мира с лучшими дипломами с самыми лучшими достижениями многие из них являются корифеями непосредственно в своей отрасли и все эти мозги да и все эти знания стекаются в компанию для того чтобы служить базой для производства нашей продукции ну давайте друзья продолжите вы тогда я знаю что мы как бы это обсуждали у вас тоже много чего есть сказать да да спасибо большое действительно очень интересно я хочу сейчас сделать акцент поставить один очень важный для наших слушателей обратите внимание друзья что александр сейчас не просто делится с вами какими-то фактами а именно делится с вами о том как правильно можно презентовать те или иные факты о нашей компании это очень важно и это как раз одна из отличительных черт я считаю нашего сети олигвеза в том что мы здесь даем практические советы когда вы можете реально ими воспользоваться так как они есть александр спасибо тебе большое давайте двигаться дальше кирилл что еще мы можем рассказать о нашей компании что еще мы можем выгодно презентовать для наших потенциальных кандидатов и партнеров тебе слово Боря большое спасибо да здравствуйте еще раз дорогие друзья александр уже немножечко упуянул и по производстве о научной базе я знаете я хочу о чем с вами поговорить сегодня дело в том что в любом маркетинге да есть ну два основных направления две основных ноги которые придают устойчивость значит первое направление это всегда продукты которые предлагает компания второе направление собственно маркетинг это система выплат это система распространения продвижения на рынке но вот я хотел бы с вами сегодня именно о товарах поговорить о производстве о науке которая так сказать есть в МВЭй и вот тут очень интересно знаете что для меня МВЭй вообще это не просто лидер это практически недосягаемый можно так сказать лидер в нашей индустрии просто по одной простой причине во первых тут очень четко надо представлять что в принципе в сетевом маркетинге приблизительно 80% компаний это компании маркетинговые маркетинговая компания это фактически компания которая по собственной рецептуре делает заказы на сторонних заводах где-то это все выпускается и компания потом это все распространяет через собственную дистрибьюторскую сеть таких компаний большинство вот МВЭй с момента своего начала деятельности была всегда производственной компанией и для меня важно то что таким образом компания МВЭй всегда контролировала весь процесс производства практически всех продуктов от начала зачастую даже от подготовки компонентов до донесения конкретному потребителю потому что на самом деле это очень важно я вам просто могу простой пример привести очень часто бывает так что партнеры какой-то компании сотрудничающие с этой компанией они сталкиваются неоднократно в истории своей деятельности с тем что один раз изменилось качество просто потому что поставщик поменялся другой раз изменилось качество опять же по этой же самой причине и не всегда качество как вы понимаете меняется в лучшую сторону мы в принципе от этого застрахованы застрахованы дорогие друзья мы чем как я уже сказал собственными производствами и собственной научной базы что такое собственное производство компании МВЭй собственные производства это прежде всего производственные мощности которые располагаются в городе Ада штат Мичиган США и для того чтобы было понятно вообще уровень масштаб этих производств я могу просто одну цифру провести по этим производствам только железнодорожных веток ответвлений железнодорожных проходит три штуки представляете какая это мощь вот то есть это действительно собственные огромные производства и не только в Аде они располагаются это основные производства еще есть несколько ферм по всему миру и только в Соединенных Штатах Америки они располагаются и в Латинской Америке и так далее вот и действительно вот на всех этих производствах все контролируется очень четко контролируется кем дело в том что научная база опять же можно поговорить немножечко об этом это в МВЭй более 75 исследовательских лабораторий и почти 1000 ученых и технических специалистов представляете какой это масштаб если мы будем говорить о финальном контроле качества то только тестов контроля качества в финале больше 500 тысяч в год проходит вот но и тут очень важно то что вот эта научная база это действительно очень серьезная научная база это еще и научная школа определенная то есть компания МВЭй на самом деле да она свою научную школу ведет еще с 30-х годов почему потому что была такая компания California Vitamins ее основал Карл Рейнберг и вот в этой компании California Vitamins основатели компании МВЭй Джей Ван Эндель и Рич Девос они начинали свою деятельность потом они из этой компании ушли основание основали в 1959 году компанию МВЭй и выкупили через какое-то время California Vitamins и сейчас она называется Nutrilite но научная это база и школа производственная осталась теперь по поводу производственной школы да хочется несколько моментов сказать наверное для вас не секрет и даже есть такие анекдоты да что будет если так сказать привести всю технологию Mercedes на завод Запорожец да вот что будет если завод Запорожец начнет даже полностью по лицензии да выпускать Мерседесы вот и большинство людей конечно в этой анекдотичной ситуации отвечают наверное все таки будет похоже больше на Запорожец чем на Мерседеса да почему потому что нет вот этой долгой производственной и научной школы тут десятилетиями вот эта школа создавалась планировалась вот и поэтому мы действительно имеем лучшие от науки и лучшие природы и сейчас даже в нашей компании запущена такая очень интересная программа программа называется прослеживаемость прослеживаемость продуктов прежде всего Nutrilite которая как раз об этом и рассказывает то есть каким образом компания готовит почву каким образом компания готовит семена каким образом дальше все идет да культивирование этих растений каким образом они удобряются да только органикой каким образом так сказать избавляются от различных паразитов от вредителей и так далее только натуральными средствами в частности там божьи коровки какие-то птицы хищные, да, так сказать, хватают этих вредителей, грузунов и так далее. То есть это на самом деле очень-очень интересно. И вот лично для меня это очень важно просто по одной простой причине. Я в качестве на 100% уверен, и я действительно знаю, что те рейтинги, которые компания Amway регулярно, ну, грубо говоря, выигрывает, а что это за выигранные рейтинги, я просто вам сейчас хотел бы озвучить несколько фактов, скажем, тот Nutrilite, о котором я сегодня уже вам сказал немножечко пару слов, компания номер один на рынке в индустрии натуральных пищевых добавок, БАТ, номер один, и это не наши слова, да, опять номер один, Александр немножко сказал, это результат анализа Euromonitor International, крупнейшего рейтингового агентства. Идем дальше. Косметика Artistry входит в пятерку наиболее востребованных, наиболее продаваемых в сегменте люкс, то есть действительно самого высшего качества косметика в пятерку самых проездоваемых. Откуда информация? Опять Euromonitor International, можно погуглить, посмотреть. Фильтр для воды и спринг. Чистая вода, сами знаете, это очень важный момент. Номер один в мире по продажам. Фильтр для воздуха атмосферы. Его, к сожалению, в России нет, но я уверен, через какое-то время он придет к нам в Россию, да. И вот тоже номер один по продажам в своем сегменте. Почему номер один в этой, в этой, в этой и в этой области, да? Просто потому, что серьезная научная база, просто потому, что собственные производства, контроль от начала до конца. И это на самом деле для меня как партнера, который клиентам, конечным клиентам что-то предлагает, что-то рассказывает и дает направо. Для меня это очень и очень важно. Поэтому в плане производства, в плане науки мы действительно впереди планеты всей, и мы можем это подтвердить. И это надо относить, естественно, и до тех людей, которые начинают сотрудничество, либо для тех людей, которые думают о покупке этих продуктов. Большое спасибо. Можно я здесь еще немножечко тоже присоединюсь к Кириллу, потому что он говорил, ну вот по поводу, скажем, науки. Мне очень нравится, когда я говорю об ученых, рассказывать о научном совете Nutrilite. Я говорю, понимаешь, я тебе могу сбросить просто-напросто даже фотографию, где представлены все члены ученого совета, со всеми их степенями, титулами, званиями научными и должностями. И ты будешь просто, ну, в самом лучшем смысле шокирован. То есть такие мозги, самые лучшие люди, еще раз говорю, в своих отраслях. Там в том числе и профессор Исаков, которого мы все с вами хорошо знаем, Василий Андреевич, да, от России входит он, президент Российской ассоциации гастроэнтерологов, Европейская ассоциация гастроэнтерологов, автор там 15-20 монографий по одной, по другой, по третьей ученой там теме, да. Туда входит гречанка одна, которым я тоже очень горжусь, но она американка фактически Артемисиму Пулу. Это женщина, которая в диетологии 40 лет, 40 лет. Ей принадлежат лучшие труды по диетологии, она является авторитетом в диетологии, не беспрекословным. Она лично в течение многих лет, порядка 10-15 лет, она составляет диету для каждого жителя Белого дома в Америке. Понимаете, уровень специалистов. И когда вот такие вкусные факты ты рассказываешь людям, ясно, что им интересно. Интересно, скажем, наше производство Nutrilite, оно соответствует стандарту GMP. Стандарт GMP раньше, долгие годы, не был вообще обязательным для производства пищевых добавок. Он был обязательным только для фармакологических компаний. Наша компания добровольно, добровольно проходила всегда стандартизацию GMP для того, чтобы показать свой высочайший уровень. Потом прослеживаемость. Поймите, на самом деле, вот это я людям объясняю, такой прослеживаемости нет у 90% фармкомпаний. Там вообще даже потом речи даже нет. Что это нам дает? Ведь мы абсолютно точно можем гарантировать свое качество. И если, не дай бог, что-то, вот по этой баночке, то, что мы обсуждали перед эфиром, по этому бар-коду, можно определить реально, значит, на каком поле собиралось растение, из которого произведен продукт, сколько времени ехал там грузовик с собранным этим растением от поля до производства, кто был ответственный в то время за смену. То есть мы абсолютно уверены в этом качестве и можем всегда проследить назад, допустим, всю цепочку, если что-то вдруг в продукте нас заинтересовало. И этим не может похвастаться, еще раз повторяю, 90% фармкомпаний на всей земле. Потом вот Кирилл упомянул вот эту цифру. 500 тысяч тестов в год. Вдумайтесь, сколько в году дней? 365 дней. Посчитайте, сколько тестов осуществляется. Ну, то есть я веду разговор о чем? Что у нас так много всяких фактов, всяких доказательств его превосходства. Нам просто нужно их знать, это первое. И, во-вторых, нужно их грамотно демонстрировать, презентировать. И вот, кстати, еще по поводу Евромонитор. У меня буквально совершенно была недавно встреча с одним молодым человеком, который тоже занялся сетевым бизнесом. И я ни в коем случае не говорил ничего про его компанию. Вообще ничего. Но я ему, тем не менее, показал. И я ему сказал, понимаешь, когда мы утверждаем, что мы такие, мы сякие, мы здесь первые, здесь самые лучшие, это не наше утверждение. Потому что я видел много компаний, которые говорят, мы компания номер один в России. По какому фактору? Кто это сказал? На чем базируется это утверждение? Ничего. Просто чисто рекламный лозунг. Мы компания номер один. Если мы говорим, что мы, вот как Кирилл все это перечислил, что мы входим в пятерку самых продаваемых престижных брендов косметики, и Spring 15 лет лидирует в продаже по всему миру, на что мы ссылаемся? Мы ссылаемся на статистические агентства. В частности, я ему тут же, прямо за столом, мы сидели в таверне, взял мобильный телефон, забил EuroMonitor, да, и просто забил в поиске Amway Clients. Выкатилось несколько страниц, у него глаза на лоб полезны. Все утверждения касательно Amway, причем там не просто утверждения, а там описывается, каким методом статистическим выводились эти результаты, чтобы их заявить. Понимаете, уровень официальности невероятный, и этим нужно, это нужно знать, и этим нужно гордиться, это нужно уметь презентировать. Спасибо. Да, на самом деле, спасибо большое, Александр, спасибо большое, Кирилл. Друзья, вы сейчас дали данные, которые реально даже для меня, человек, который уже более 15 лет занимается бизнесом Amway, для меня стали открытием, вот касательно, например, ученого совета на Трилайд. Я, к сожалению, к своему стыду об этом даже не знал, это очень сильная информация, которую теперь и я тоже буду в разговорах со своими будущими потенциальными клиентами, партнерами, тоже обязательно буду применять эту информацию. Александр, спасибо большое за это. Я бы хотел от себя немножечко добавить о том, что действительно все, что вы сейчас сказали, друзья, это очень, это всеобъемлющая информация, которая уже достаточна для того, чтобы действительно привлечь внимание человека. Важно просто понимать, с чем я сталкиваюсь чаще всего. Я сталкиваюсь с тем, что у нас, как всегда, в России, в Казахстане, в каких-то странах бывшего Советского Союза, у нас есть такая интересная ментальность. У нас или горячо, или холодно. То есть мы или очень пылко рассказываем о том, какая у нас суперкрутая компания, при этом порой забывая подтвердить это какими-то действительно фактами и аргументами более-менее весомыми, какими-то статистическими данными и так далее. Либо у нас есть вторая такая стадия, что ли, когда мы очень сильно это стесняемся. Но не надо забывать действительно о том, что очень важно уметь правильно представить своего партнера. Так как компания Amway все-таки наш основной партнер, как мы говорили в самом начале, очень важно уметь правильно преподнести своего партнера, потому что от этого, в принципе, зависит 50%, если не больше успеха. То есть если твой партнер заинтересовал твоего потенциального будущего партнера, то есть ваш общий будущий партнер, как компания Amway, это уже делает большое дело. Ну и, конечно, нельзя забывать о тех ценностях, которые компания Amway несет. Все-таки у молодого поколения сейчас очень сильно развита именно идейная составляющая того или иного бизнеса. И в этом, наверное, молодое поколение, которое приходит сейчас в активную фазу на рынок труда, скажем, на рынок бизнеса, в этом их основная черта, что они готовы работать за идеей. Конечно, им интересны деньги, конечно, им интересен оход, они готовы работать за идеей. Поэтому нам, конечно же, нельзя забывать о том, что есть четыре основных столпа, четыре основных идеи, через которые компания Amway ведет свой бизнес уже на протяжении 60 лет. И это очень важная составляющая, о которой мы тоже должны обязательно упомянуть. Это свобода, семья, вознаграждение и надежда. И, в принципе, казалось бы, такие громкие слова, пафосные, но ведь на самом деле бизнес Amway есть лозунг у нашей компании, да, помогаем людям жить лучше. Это действительно так, потому что мы выступаем за свободное предпринимательство. И компания Amway всегда говорила о том, что мы не просто производители продуктов, мы компания, которая дает вам возможность стать предпринимателем. И об этом тоже очень важно упомянуть о том, что у нас есть главная идея. Идея заключается в том, что через наши ценности, через ценности компании Amway мы несем возможность свободного предпринимательства. И об этом тоже обязательно всегда нужно говорить. Друзья, коллеги, я вас благодарю. Сегодня у нас получился замечательный, эмоциональный, интересный, добрый эфир. Добрый в том плане, что когда мы говорим о компании МВИ, действительно, даже посмотреть на нас, мы в какой-то момент, у нас такие лица очень довольны и, получается, расслаблены. Потому что, действительно, столько лет сотрудничества этой компании принесли в наши дома очень много радости. Действительно, принесли нам свободу. Действительно, принесли нам очень много позитивного, хорошего и доброго, чем мы очень сильно хотим делиться. И мне было приятно именно этот эфир сегодня вместе с вами провести. Друзья, надеюсь, он был вам очень полезен. Александр, благодарю тебя еще раз. Кирилл, спасибо тебе большое. И, конечно, забывайте подписываться на наш канал Сетевой Ликбез. Поставьте себе, нажмите на колокольчик, поставьте себе напоминание. Мы с вами каждое воскресенье утром. Не пропустите новые выпуски. Ну, а мы с вами не прощаемся, мы лишь говорим до следующего выпуска Сетевого Ликбеза. До скорой встречи. Александр, пока-пока. Кирилл, спасибо-пока. Всем до встречи. Пока. Всю дополнительную информацию, все ссылки пишите в комментариях под этим видео. И обязательно не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик, нажать на колокольчик, поставить уведомление о выходе новых роликов, новых видео. Потому что мы планируем вас действительно радовать и насыщать полезной информацией на нашем канале Сетевой Ликбез.